МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Гомельская область сдольная полностью забеспечить навучальные установы гречкой уластной вытворчасти. Такая информация была гучена подчас сегодняшнего брифингу первого наместника-старшине областного выканавчего комитета Александра Миколуцкого. Ситуацией на палетках и чеканиями агрария упатекавился Олег Синцерову. Уборка сборживых у господарков завершилась. Комбайны, которые недавно весь садовый день находились на палетках, вернулись в парки. А ведь работа протягивается. Зараз основная вага нарастутся кормов. Напереде уборка кукурузы на зерне. Когда сказать совсем докладно, то сборживые на гомельщине засталось убрать не на 4% площадь. Работы будут протягиваться, еще когда трех дней, и дозволить поелечить огольно-областный каравай, прикладно на 30 тысяч тонн. Мечтым, сегодня головная увага нарастутся кукурузы носилась. По великим рахунку, размывы, где пхарчовые без спесы отрымается нарастутся достатковые объемы кормов, будучи в магазинах и мясо, и молоко. А прочее того, непосредственно для господарок, это устойливый экономичный стан и перспективы дальнейшего роста. Для кукурузы год оказался достатково сприяльным. В оселяхим выпадку, урожай этой культуры повинен быть больше деточника, что дозволит в области у суммы отрымать миллион тонн сборжа. Отповедные работы почнутся уже на наступном тыдне. Похоже, господарки активно нарыхтовывают кукурузу на кормы. Задача настолько важная, что все это для механизаторов наводпродоведили специальные меры захвачивания. Чем качественнее измельчен этот кукурузный силос, тем больше расценка. Она будет увеличиваться до 40%. Плюс к этому ко всему. Это за качество. Качество будет контролироваться нашими службами ветеринарными, аэрономическими практически каждый день. Ставится будет каждый лист, каждый день качество уборки. Хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. За неудовлетворительное, конечно, доплачивать никто не будет. Кроме этого, распоряжение губернатора, все, которые, мягко сказать, поработают хорошо, без нарушения технологических регламентов измельчения зеленой массы, будут прошраны за счет средств областного исполкома. Это будут куплены или телевизоры, или холодильники. С приемных новин этого года добрый урожай гречки, я их опеть, как полностью задоволить потребу у всех научных установок региона, что 30% относно невеликого урожаю сборжевых, зараз это крыкубошь за 570 тысяч тонн, то основная причина, все-таки у надворья, ситуация для аграреев тем больше неприемная, что сегодня проведена великая подготовка работа и выполнены все агротехнические потребования. У нас сегодня были внесены удобрения в большем том году, техника отремонтирована к уборке практически 100%. Это такого года у нас, как по ремонту техники, с помощью губернатора, у нас такого никогда не было. Мы практически комбайны, которые стояли годами и ремонтированы, списаны, мы их все восстановили. Работа продолжена будет по восстановлению кормодобывающей техники, которая годами тоже, она была, мягко сказать, не востребована. Комбайны разной мощности, но они все прородятся на наших хозяйствах. Ремонт о поступности модернизации комбайнов, в которой вы представили свой ресурс, будет притягиваться и далее. Урежьте, наступный сельскохозяйственный год повинен стать больше сприяльным и рехтоваться до его необходимо уже сегодня. Олег Сентяров, Валерий Кубанько, телерадо, компания Гомель. А маль 95% белорусских школ отрымали по шпарты готовности. Как поведомили у Минадукации, документ выдают только, когда до приема детей готова вся инфраструктура. Классы, спортзалы, стадионы и харчблоки. Нагадаем, школьные линейки у Беларуси пройдут с 31-го жнивня и 1-го вероясня. У Гомельской области за парты сядут около 153 тысяч детей. В першиню звонок прагучить для больш як 16 с половой тысяч першоклассников. 25-го и 26-го жнивня на площу Паустанне у Гомелі пройдуть опошние перед початком нового навучального года школьные кермаши выходного дня. Пакупникам пропануют скидки до 30%. Усяго у Гомельской области провели больш як 200 подобных мероприемствов. При этом, наприклад, дённый товароборот кермашу на площу Паустанне складая больш як 15 тысяч рублей. А кроме того, в объектах гандлю в области створены 900 кутков школьника. Пакупникам пропануют до 350 моделей делового одення и 100 моделей обудку. Середняя цена комплекта для школьника складая от 85 до 255 рублей в залежности от взрослого. Кошт оптимального набора письмовых и канцелярских приладов варьируется от 25 до 60 рублей. Гандлёвые объекты так само пропануют продаж у расторминовку. Протягиваются и доброчинные акции. В Гомельской области проходит акция. Называется она «В школу с добрым сердцем». Её проводят предприятия торговли совместно с БРСМ. Все желающие при проведении данной акции могут купить школьные товары, школьные письменные принадлежности, которые потом БРСМ будут переданы деткам в малообеспеченные семьи. Информация о проводимых акциях о размере предоставляемых скидок, о благотворительных акциях размещена на сайтах районных исполнительных комитетов, а также в средствах массовой информации. Плануется, что гандлевать товарами для школьников в регионе будут до 10 вересня. При необходности термин продолжать. Доброчинная акция «У школу с радостью» проходит в Гомеле. При поддержке спонсоров территориальные центры социального обслугования насельництва набули портфели и все необходимые для першоклассников школьные принадлежности и отправились с подарунками до своих подопечных. Под обязанности у Евгении Кухаронак. Акция «У школу с радостью» приносит добрый настрой у дамы першоклассников не первый год. Сю лето сопрацовники одного с территориальных центров Гомеля вырешили завитать сюрпризом до детей, те, которые выховываются опекунами, тимают проблемы со здоровьем. Их семьи стоят на улику в центрах и находятся под патронажем неравнодушных людей. Спасибо за все, за подарки и за рюкзак. Мы этот праздник переступить первый раз порог школы для детей хотели действительно сделать позитивным и чтобы им запомнилось. На это что родители помнили, что они не одни в этом мире. Мы всегда им готовы помочь. Гостей с устракалю все с радостью дяковали за корыстные подарунки. Нечто до школы батьки уже набыли своими силами. Однако, лишивающие захопления дятей, додатковой приналежности лишними не будут. Все поедено разведет творческих талентов першеклашек. Рисовать, строить из пластилина, домики, человечков. А кем хочешь стать в будущем? Художником. Самая приемная распаковка нового портфеля дельники акции не откладывали на долгий час. Худках этой приналежности будут слежать на их школьных партах. Кем хочешь стать в будущем? Доктором. Молодец. А ты будешь лечить людей или животных? Людей. Может быть, деток? Угу. Йих чекает новый життёвый этап, полный открытий, новых уражений, важных досягнений и перемог. Мабуть, такая невеликая допомога в выгляде нового портфеля натхнить их самих на добрые справы в будущем. Евгения Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». Темчасом, апошние дни летних каникул, многие школьники заместят починку выбирают пленную працу. Один со студентских отрадов БРСМ зараз допомагает сбирать ураджай у Ксуп-Тяпличная Гомельского района. С удельниками отрада познайомился Дмитрий Котау. На полях Ксуп-Тяпличная школьники працуют другой год. Сюда накеровывают переважно наученцев Головинской средней школы. Господарка, до речи, уже долгий час оказывает в установе шефскую допомогу. Удельники студентского отрада працуют на уборце цибулей, помидоров и морквы. Кожный день они отримливают задание, якое треба выполнить на протягу 4-го годин. Ненавито столько протягивается их праца. У них есть командир отряда, это совершеннолетний командир отряда, который ответственный за работу в целом отряда. И со стороны предприятия за ними есть ответственный специалист, который показывает им объем работ, что нужно сделать и в дальнейшем принимает эти работы. Для того, как трапить у студентские отраты, необходимо заполнить анкету. У районной организации БРСМ формируется банк даденных и после заявления вакансии на предприемствах школьникам пропонуется праца. Первого тем, кто стоит у Чарзи, первым. Я решила подзаработать в студенческом отряде, потому что у мамы есть лучшая подруга и ее дочка решила сюда записаться. Мама, когда узнала, спросила, не хочу ли я, мы с Дашей тоже нормально Могчимость заработать перед початком нового научного года, найти новых сябров и просто с корыстью провести час. Причины уступления у студентские отраты у каждого разные. И хоть, как признаются школьники, звучайно праца оказывается больше складанной, чем сдавалось ранее, незадоволенным у Сюрона никто не застаётся. Судя по заявкам, желающие есть и весьма актуально для них подзаработать летний период, особенно в последний месяц лета, в августе, к первому сентября заработать свои первые деньги. Гэтым летом в Гомельском районе в составе студентских отрадов БРСМ працавали 70 школьников. Большая частка была занята на сельско-господарших работах. Так само денежали экологичные и сервисные отрады. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокомпания Гомель. У неделю 26-го жнивня у Гомель пройдя велодень. А кроме макчымасти свободно покататься по закрытому участку дороги, у дельников чекает насыщенная забавляльная программа. Запланованы викторы на мастер-класс промонти велосипеда, бесплатный агляд и консультации. Так само все жадающие смогут принять удел у худкосной велогонцы. На час мероприемства с 2-х 1 дня до 6-ти вечера участок дороги у сходня обиход будя перекрытым. ГТА, а так само иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте по адресі www.tvrgomil.by Далі в эфірі де-факто спортивная гляда я з вами развітваюся усяго доброго і до нових зустріч у эфірі. Де-факто продолжаєт эфір телеканала Беларусь 4 в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Дело об убийстве в Октябрьском районе обрастает подробностями. Фигурантам предъявлены новое обвинение. Напомним, свое начало эта история берет с поиска пропавшей без вести 35-летней женщины. Ее тело было найдено в лесу. По подозрению в убийстве оперативники тогда задержали троих подозреваемых жителей агрогородка Красная Слобода. И вот недавно всплыли новые факты. Оказалось, что обвиняемые вместе с женщиной распивали спиртное. В какой-то момент один из них нанес ей удары куском кирпича и палкой. Женщина скончалась на месте. Прятали тело уже втроем на мотоблоке, они отвезли его в лес и закопали. Все видимые следы преступления собутыльники попытались уничтожить. Нашими экспертами на месте совершения преступления на полене была обнаружена кровь убитой. Также следственная оперативная группа обнаружила очки фрагменты телефона а также фрагменты кожных покровов и иные предметы которые легли в доказательную базу и в настоящий момент являются честными доказательствами. После того как подозреваемые попали в поле зрения правоохранителей двое из участников застолья решили перепрятать тело. Они выехали в лесной массив откопали его перевезли далее вглубь леса выкопали другую яму положили туда тело подожгли и через некоторое время закопали. На основании новых данных действия были переквалифицированы вместо первоначальной версии групповое убийство по самой тяжкой статье обвиняется один человек еще двое в укрывательстве и надругательстве над телом. От криминала перейдем к дорожной обстановке. В регионе по информации ГАИ зарегистрировано свыше 20 ДТП. В одном из них пострадал человек. Местом аварии стала улица Подгорная областного центра. По предварительной информации причиной дорожно-транспортного происшествия послужило неправильный выбор скорости водителям автомобиля мини-купер. После чего водитель наехал на бордюрном камне а после совершил столкновение с деревом. В результате происшествия водитель был доставлен в больницу где после оказания помощи был отпущен домой. А сейчас новость для водителей с 25 августа даже днем придется ездить с включенным ближним светом фар. В преддверии учебного года стартует традиционная акция «Внимание, дети!». По данным ГАИ за 7 месяцев в Гомельской области произошло 24 ДТП с участием несовершеннолетних. И в завершении информации от еще одной экстренной службы. Сотрудникам МЧС пришлось тушить пожар в Житковичах. Там по улице Коммунистической горел сарай. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями в застегнутых размерах. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Однако одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнем. А в Рогачеве спасатели помогли застрявшему в батарее ребенку. Вызов в районное подразделение МЧС поступил накануне днем. Оказалось, что ступня мальчика была зажата между секциями радиатора отопления. Мальчик не пострадал и в госпитализации не нуждался. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Федерация хоккея Беларуси обнародовала календарь 27-го национального чемпионата. В дивизионе А экстралиги выступят 8 команд. В том числе Гомель и Жлобинский Металлург стартует первый этап чемпионата 5 сентября. Рысь и Столивары первые поединки проведут на выезде. Металлург сыграет с Динамо Молодечно, Гомель с Молодежкой У20. Первый домашний матч Рысьи сыграют 11 сентября против Металлурга. Столивары 13 августа на родном льду встретятся с Шахтером. Игры плей-офф экстралиги стартуют 6 марта и финишируют не позднее 14 апреля. В нокаут-раунде предусмотрены игры за бронзу, чего ранее не было долгое время. Также стал известен и календарь чемпионата высшей лиги. Участие в турнире примут 12 команд. Среди них Гомель-2 и Металлург-2. Женская команда гонбольного клуба Гомель двумя победами завершила выступление на международном турнире в чешском городе Баник. Накануне гомельчанки обыграли хозяек гонболиста команды Баник-Мост 24-21. Самая результативная в составе Гомеля Виктория Шамановская 6 голов. Сегодня подопечные Томожа Чатора с минимальным перевесом одолели Сокол 30-29. На счету Екатерины Селицкой 7 точных бросков. Сегодня же девушки отправятся в польский город Любин, где сыграют еще два спарринга. Гомельская мини-футбольная команда ВРЗ в драматичном поединке обыграла чемпиона Армении Ереванский клуб Лео. Спарринг проходил на паркете гомельского спорткомплекса Локомотив. К 28-й минуте поединка вагоностроители уверенно выигрывали 5-2. Однако буквально в течение трех минут преимущество растаяло. Гости трижды огорчили гомельского голкипера Олешкевича. 5-5. За пять минут до финальной сирены Пинчук вновь вывел вагоностроителей вперед, а вскоре Золотухин установил окончательный счет матча, поразив пустые ворота чемпиона Армении. 7-5. Также за гомельчан в этой игре отличались Клочко, Лемешко и Грицовец. Сборная Беларуси не будет бороться за награды чемпионата мира по мини-футболу среди студентов, который проходит в Казахстане. Беларусы в заключительном матче группового этапа сыграли ничью с хозяевами турнира командой Казахстана 1-1 и не сумели пробиться в плей-офф. Наша команда примет участие в утешительном турнире, в котором разыграют места с 9-е по 16-е. В четвертьфинале беларусы завтра сыграют со словаками. Напомню, что цвета беларусской сборной на мировом форуме защищают игроки ВРЗ Евгений Чернейко и Владислав Селюк, а также Илья Казак из БЧ. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин